Друзья, всех приветствую! В ходе торговой сессии четверга. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря блок отчетов статистики из США. Мы ее ждали, потому что это важнейший релиз этой недели. Это та статистика, которая точно спровоцирует мощное движение американского доллара. В 12.30 по GNT ждем годовые данные по ВВП США. Далее заказан товар длительного пользования и первичные заявки на пособие по безработице. Все эти отчеты выйдут в одно и то же время. И под закрытие торговой сессии еще в 23.30 нам предстоит проанализировать токийскую инфляцию, которая обычно предваряет за несколько недель выход общенационального индекса потребительских цен Японии. Инфляция, любые компоненты, которые связаны с этим, имеют очень большое значение для японского регулятора. И вчера я уже подчеркивал оценку, точку зрения многих аналитиков, что единственное, что реально сейчас могло бы помочь остановить девальвацию японской валюты, если мы не рассматриваем валютные тревенции, это ужесточение монетарной политики. Но такой сценарий возможен только в том случае, если Банк Японии получит доказательства устойчивого роста инфляции. Поэтому ни в коем случае не игнорируйте этот отчет. Если иена в вашем портфеле, то нужно дождаться сегодняшних цифр и попробовать поработать с новыми макроэкономическими вводными. Индекс доллара текущей котировки 105.60. Мы наблюдаем за развитием бычьего ралли. Рост доллара продолжается в соответствии с нашим прогнозом. Вчера мы обновили максимумы с начала мая, и это еще не предел. Даже если предположить то, что американский регулятор начнет смягчать национальную монетарную политику в сентябре, до этого периода времени еще два полноценных месяца. И за это время американская валюта может и закрепиться выше уровня 106 пунктов, и попробовать нацелиться на следующий уровень сопротивления 107 пунктов. Я не сомневаюсь в том, что мы увидим американскую валюту гораздо выше текущих значений, и темпы роста последующего будут зависеть как раз от качества фундаментальных релизов и формата статистики. Чем больше сильных отчетов мы получим, тем, соответственно, больше у нас будет оснований говорить о силе американской экономики, за которой будет стоять сильный потребитель, сильное домохозяйство с высокой потребоактивностью, что оставит на рынке прежние повышенные инфляционные риски. Пока что мы работаем с риторикой чиновников американского регулятора, в частности, комментарии главы Чикаго Гулсби о том, что нужно больше доказательства устойчивого снижения инфляции, комментарии главы ФРБ Сан-Франциско Мэри Делли о том, что нужно и дальше агрессивно бороться с инфляцией, жесткой монетарной политикой или политикой высоких процентных ставок. Ну, наверное, дальше всех пошла член Совета управляющих ФРС Мишель Боуман, которая отметила, что все еще сохраняется возможность для дополнительного ужесточения монетарной политики и повышения ставки, если инфляция снова вернется к траектории роста. Кажется, что это маловероятно, но на самом деле это не так. У нас есть прецеденты в других странах. Я уверен, что вы следите за статистикой вместе со мной, знаете то, что последние данные по Австралии, последние данные по индексу потребительских цен в Канаде, то есть в Австралии и Канаде, указали на то, что там инфляция вышла на новые локальные максимумы. То же самое может произойти и в рамках американской экономики, тем более, что есть для этого предпосылки. Но если мы увидим все-таки реализацию этих инфляционных рисков и более высокие данные по инфляции, значит мы благополучно передвинем сроки снижения процентной ставки в США с сентября на более поздний период и получим или выиграем еще месяц-другой на то, чтобы работать с идеей крепкого и сильного американского доллара. Сегодня данные по ОВП, пожалуй, будут наиболее интересны трейдерами, потому что там и положительные изменения прогнозируются. В частности, в первом квартале американская экономика выросла по прогнозам на 1,4% против прошлой оценки 1,3%. Но я думаю, что фактически показатели могут даже быть и получше. Я также ожидаю сильного отчета от заказа товара длительного пользования. Поэтому после выхода сегодняшних релизов лично мое субъективное мнение, то что доллар продолжит развитие бычьей динамики и уже начнет тестировать или даже протестировать сопротивление 106 пунктов. Вот на этот уровень я пока и ориентируюсь. Золото, к сожалению, здесь на фоне укрепления доллара мало шансов у покупателей рынка драгоценных металлов. Уже мы ниже 2300 долларов за трейскую унцию. Сантимент 70 против 30. 70% находится в покупках. Прогноз по доллару я уже дал. Ожидания оптимистичны. Поэтому я ничуть не удивлюсь, если золото сегодня провалится долларов на 20. Ближайший уровень поддержки где-то в диапазоне 2,270-2,280. Вот туда мы в ближайшие часы, скорее всего, и придем. Европейская валюта против доллара 1,0690. Из-за комментариев чиновников Европейского Центрального Банка стоит отметить комментарий главы отделения Европейского Центрального Банка или Центрального Банка просто в Финляндии. Не будем проводить аналогию с отделениями ФРС или ФРБ. В общем, чиновники Европейского Центрального Банка поддерживают идею того, что ЕЦБ должны дальше смягчать экономическую политику. И глава Центрального Банка Финляндии Оли Рен за идею того, что ставку можно снизить еще дважды. То же самое, в принципе, озвучил и главный экономист Европейского Центрального Банка Филипп Лень. Я вам как раз рассказывал о том, что его риторика остается исключительно мягкой. И на этом фоне мы можем быть уверены в том, что евро обновит новые локальные минимумы. Британская валюта против доллара 1,2631. Резкое снижение в рамках вчерашней торговой сессии. Наша цель – долгосрочная 1,25. Роничные продажи от Конфедерации британской промышленности – это один из компонентов общенационального показателя по роничным продажам. Цифры очень слабые. Снижение до минус 24 с плюс 8. Это худший показатель за несколько месяцев и практически даже с начала этого года. Что следствует о снижении потребительской активности и впоследствии может оказать дополнительное давление на показатель ВВП. Следим за политической темой. 4 июля состоятся парламентские выборы. Пока что Суннек обвиняет Стармера в том, что его предвыборная кампания основана на обещаниях, которые невозможно реализовать. Это снижение налогов и так далее. Действительно, если вдуматься, то эти потенциальные реформы очень похожи на то, что делала когда-то бывший премьер-министр Ли Страс. Она продержалась у власти буквально несколько недель. И Суннек постоянно делает акцент на то, что это тупиковый путь. На что Стармер отвечает. Планирует то, что он никогда бы не допустил столь значительного снижения уровня жизни британских домохозяйств, который произошел при консерваторах. Политическая неопределенность, друзья, сохраняется. Мы следим за этими баталиями, готовимся к самим парламентским выборам. И я думаю, что до прояснения ситуации фунт и в этом ключе будет испытывать исключительно нагрузку на себя, в результате чего будет развивать нисходящую динамику. И я надеюсь, что доберется до нашей цели 1.25. Доллар иена 160.43. Все зависит от Банка Японии, их порога терпимости. Мы ждем валютные интервенции, конечно же, быстрее, чем повышение процентной ставки. И в любом случае вмешательство Банка Японии, как это было в конце мая, в конце апреля, в начале мая, может снова развернуть курс валютной пары. И, скорее всего, это так и произойдет. И быстро отправить ее ниже отметки 155 иен за доллар. Ян за развитие подобного сценария. Доллар канадец 1.37. Наши цели 1.39 и 1.40. Все так же актуальны. Американский фондовый рынок мы достигли. Нашего долгосрочного целевого ориентира 5.500. И я, друзья, впервые за много месяцев зафиксировал эту сделку. И больше пока просто в качестве стороннего наблюдателя слежу за американской фондовой секцией. Но сидеть дальше в длинных позициях уже более не рекомендую. И рынок нефти. Я за развитие нисходящей динамики. 84.20 текущие котировки. Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3,5 миллиона баррелей. Это негативный фактор. Плюс ко всему есть новость о том, что власть из США, Белый дом, планирует увеличить продажи нефти стратегических резервов, чтобы оказать еще большее давление на глобальные цены и снизить стоимость топлива на внутреннем рынке. Понятное дело, что все это делается перед выборами. Реализация стратегических резервов может толкнуть котировки еще ниже. Поэтому ближайший целый ориентир 80 долларов за баррель. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.